У нас на прямой связи наш гость Нурбек Бекмурзаев, независимый кыргызский политический исследователь и эксперт по безопасности. Нурбек, здравствуйте. Здравствуйте. Вопрос такой, какова роль движения неприсоединения в обеспечении сотрудничества и безопасности сегодня? Спасибо за ваш вопрос. Откровенно говоря, невозможно дать однозначный ответ на этот вопрос. Безусловно, движение неприсоединения является одной из крупнейших игроков на мировой арене, особенно в сфере военно-политических вопросов и сотрудничества стран по таким важным вопросам, как сохранение суверенитета и территориальной целостности, многовекторной внешней политики, ядерного разоружения, реформы Совета безопасности ООН. И говоря о роли движения на сегодняшний день, необходимо упомянуть тот исторический контекст, который послужил поводом для его создания и его основополагающие принципы. Главной целью создания движения является право стран на самоопределение в политическом, военном и экономическом смыслах этого слова. Как уже до этого было упомянуто, оно было создано в 1961 году в разгар холодной войны и деколонизации. То есть маленьким странам было сложно противостоять тогдашним двум мировым державам СССР и США, строить свои государственные институты, выбирать свой вектор политического и экономического развития. Таким образом, мировые державы пытались диктовать остальным странам свои условия, оказывали давление в принятии решений и всячески пытались заманить их в свои сферы влияния, в том числе заставить вступить их в военные блоки, такие как НАТО и Организация Варшавского договора. И движение «Неприсоединение» позволило молодым государствам выступить единым фронтом и отстаивать свои права для ведения независимой внутренней и внешней политики. И прошло уже больше 60 лет с момента создания движения, но вызовы и трудности, с которыми столкнулись основатели движения, все еще актуальны. Особенно после начала войны на Украине мы видим, как Россия и страны Запада оказывают давление на страны, которые воздержали и совлекаться в этот конфликт, постигая на их политическую автономию этих стран. И так называемый глобальный юг, как называют развивающиеся страны Азии, Африки и Латинской Америки, которые формируют костяк движения, все еще сталкиваются с проблемами вмешательства мировых и региональных держав, попыток диктовать свои условия и продвигать свои национальные интересы, оказывать давление, а также использовать международные институты, такие как Совет Безопасности ООН, для излечения личной выгоды. И, конечно же, в таких условиях роль движения в сотрудничестве и безопасности очень важна как для развивающихся стран, так и для всей системы международных отношений, потому что оно служит противовесом крупным державам, объединяет множество стран, стремящихся выстраивать независимую политику и не вступать в военные конфликты, а также продвигает принципы, такие как невмешательство, которые необходимы для создания и поддержки более справедливой среды для ведения международного сотрудничества. Какую роль могут сыграть национальные парламенты в вопросе продвижения мира и устойчивого развития? Это одна из тем мероприятия, которые сегодня проходят. Да, да, я в курсе этого мероприятия. И, на мой взгляд, создание парламентской сети движения является знаком некого роста организации движения, неприсоединения ее к готовности развиваться дальше. Эта инициатива была выдвинута правительством Азербайджана в прошлом году, и она получила поддержку от остальных стран-участниц, и вот сегодня началась ее первая конференция, с чем я вас и поздравляю. Ожидается, что в течение следующих двух дней нам представят логотип, флаг и, самое главное, устав парламентской сети, и именно в этом документе будут прописаны ее основные цели и структура. Это то, чего нет даже у самого движения. И в любом случае эту новость необходимо рассматривать как положительную, потому что национальные парламенты, они обладают значительными ресурсами. Парламенты выступают как законотворческие и исполнительные ветви власти. И их вовлечение в работу движения, неприсоединения, предоставят дополнительные ресурсы для внедрения и популяризации руководящих принципов движения в самих странных участницах и международной арене. Что я имею в виду? Повысится узнаваемость движения. Больше людей начнут понимать, чем занимается движение неприсоединения и какие ценности олицетворяет, за что она борется и какая от этого будет польза. И во многом принципы движения неприсоединения совпадают с ценностями ООН и других региональных организаций с целями устойчивого развития. И парламентская сеть движения должна послужить дополнительным инструментом и оказать мультипликационный эффект продвижения мира и устойчивого развития. Потому что имеется множество точек соприкосновения движения, а также других между организаций, как ООН, ОБС и так далее. Но я хотел бы в то же время признать, что во многом это все наши догадки и мы авансом пророчим этот успех. Я надеюсь, что он реализуется. Это только начало. Множество структур до этого не добивались больших успехов. И необходимо учесть их опыт в парламентской сети и применять такой, я скажу, реалистичный оптимизм в этом вопросе. Ну что ж, Нурбек, большое вам спасибо за ваш комментарий. До свидания. До свидания. Всего хорошего. Я напомню, на прямой связи с нашей студией был независимый каргызский политический исследователь, эксперт по безопасности Нурбек Бекмурзаев. Подпишись на наш канал. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...